Здравствуйте, товарищи! Я Мордуин Валерий Александрович, зампровектора, вернее, проректор по учебной работе Красного университета и в связи с обстоятельствами совсем хорошими у нас не работает сайт из СДО, поэтому мы возвращаемся как бы к истокам, к старине и зачет будем сдавать, как сдавали до появления СДО, то есть вы свои работы высылаете по электронной почте на адрес synthesis.sobaka.yandex.ru. Работу надо обязательно подписать, фамилия, имя, отчество. Желательно написать свой электронный адрес. Вопрос и ответ. И желательно, чтобы этот файл был не больше одного листа, ну две страницы. Желательно, конечно, уложиться на одну страницу. Неподписанные ответы на вопросы зачета, естественно, рассматриваться и приниматься не будут. Обязательно подписывайте и высылайте на электронную почту. Вопросы на зачет размещены на сайте len.ru. Там можно зайти на сайт и там посмотреть, потому что наш сайт СДО не работает. Когда заработает, мы точно не знаем. Поэтому, чтобы не рисковать, чтобы все нормально, спокойно сдавали зачет, их будут присылать по электронной почте. Синтезис. Значит, еще у нас есть товарищи, чьи работы были не проверены. Начиная с первого семинара, как бы они не проверены. Сейчас уже мы не знаем, проверены, не проверены. Вот. Поэтому не переживайте. И все, кто работы свои высылал, проверены они или не проверены, присылают ответы на вопросы зачета. Ну, на один вопрос надо ответить. На зачет я выпущу. У меня вот такое сообщение для вас. Не волнуйтесь, СДО отремонтируем, допустим. В следующем году будем уже с СДО опять работать. А синтезис этот адрес, это как мы записывались, да? Да, да, это адрес, на который вы записывались, присылали свои данные. На этот же адрес посылайте. Да, ответов вам не будет. То есть вы отправите свою работу. Ответы вам будут либо, когда будут зачитывать, кто сдал зачет, кто не сдал, либо позже, потом уже вам сообщат. Скажем так, если вам ничего не пишут со стороны администрации СДО или от преподавателей, то вы сдали. Те, кто не сдал, всех уведомить. Вот именно, что уведомление получат те, кто не сдали. Те, кто сдали, ну, как бы, ну и чем уведомлять. Да. А на самом зачете 25-го что будет? Зачет зачет. 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 Очники, кто будет сдавать очно, они придут, ответят на один вопрос, получат свой зачет и пойдут встречать Новый год. То есть в то же время. Ну да, с 7 часов у нас другого времени нет. Просто уже, так сказать, готовьтесь хорошо, чтобы, как говорится, не расплываться мыслью по древу, чтобы это все более динамично прошло, потому что, как правило, присылают очень много работ. Поэтому сначала у нас пройдут очники быстренько, а потом быстро заочники. Ну, здравствуйте, уважаемые товарищи. Представлюсь вам. Огородников Владимир Петрович. Доктор философских наук, профессор, почетный профессор Петербургского Государственного университета путей сообщения. Вот. И я традиционно веду занятия здесь в это время, но не всегда в этот день. И два занятия, две встречи у нас предстоит. Вот. Первая и последняя в этом календарном году посвящена проблеме единства марксизма, марксистской теории. Ну, проблема, о которой рассказать достаточно подробно за час трудно. Если краткость – сестра таланта, то тут нужно быть просто светлым гением. На что я не претендую. Вот. Почему? Не претендую, да потому что, вот, как говорил Козьма, Прутков нельзя объять необъятное. Значит, моей задачей является освещение таких вопросов. Во-первых, почему марксизм – это единая теория с момента его создания и до сегодняшнего дня. В чем основание единства марксизма, да? Далее, из чего состоит марксизм? Каковы составные части этого учения? Единого, но все-таки состоящего из определенных частей. Как любой организм, вы знаете, един, но мы, вот как живой организм, состоим тоже из различных органов, которые работают только в единстве, а порознь, увы, не работает. Хотя, ну, такие фантазии, как голова профессора Дуэля, если вы читали там, значит, голова работала. При известных условиях может, но насколько Дуэль мог стать бы профессором, если бы ему голову отделили еще в младенчестве при рождении, это вопрос такой, я бы сказал, имеющий риторически, потому что не стал бы профессор Дуэль, вернее, Дуэль профессором, если бы у него вот так, в младенчестве. Так что вот, если мою голову сейчас отделить, поместить, то, наверное, она еще может мыслить, но определенный промежу момент. Так вот, итак, значит, вот марксизм. Что это такое? Ну, можно сказать, марксизм – это единое философское, политэкономическое и социальное учение Маркса, Энгиса, Ленина и, во многом, Иосифа Сырёновича Сталина, которому вот отмечаем день рождения. Так что в день рождения почти что-то так совпало у нас. Я этот тезис могу доказать, но для этого мне потребуется несколько лекций, чтобы вот так показать, что это действительно учение не только Маркса, и не Маркса с Энгисом, и не Ленина, но еще Владимир Иосифа Сырёновича Сталина тут тоже вложил, да. Я говорю это, так сказать, с полным основанием, потому что достаточно хорошо проработал труды и Маркса, и Энгиса, и Ленина, и Сталина. Вот. Но, как вы понимаете, сейчас, сегодня или даже на протяжении последнего уже почти четверти века я не читаю лекций по марксизму и по каким-то составным частям марксизма. Почему? Потому что изменился строй, произошла по существу контрреволюция, и поэтому сегодняшний класс руководящий, он марксизма не терпит. А почему он не терпит? А вот потому, что учение марксизма – это, конечно, бомба под режим капитализма в целом и под любой другой капитализм. Да. Недаром, недавно наш уважаемый Владимир Владимирович Путин еще раз сказал, что Ленин подложил бомбу. Я с ним согласен. Абсолютно. Да. Он подложил бомбу, но не в буквальном смысле, а теоретическую бомбу. Потому что, если кто-то познакомится внимательно, может быть, даже не очень глубоко, но внимательно познакомится с работами хотя бы Владимира Ильича Ленина, основополагающими, где много сказано, кстати, о марксизме, единстве и составных частях марксизма, да, я чуть-чуть сегодня соприкоснусь вот с этими работами Ленина, тот поймет, что такое учение, конечно, бомба. Вот. Потому что, поэтому оно так замалчивается, не считается удивительным образом. Маркс, его политэкономическое учение, я в этом лично убедился, отнюдь не замалчивается на Западе. И давно, еще во времена Советского Союза, политэкономическое учение Маркса изучалось специально в качестве отдельной дисциплины на экономических факультетах университетов практически всего мира. Я убедился, что это изучается, лично убедился, будучи в университете в Бостоне, в Гарварде, в университете, да, я убедился в этом, вот, в расписании, все стоит, полистал книжку там, учебник, да, и еще в Сорбонне, в Париже. Я там лекции читал, было такое время интересное. Вот. Я вот тоже убедился. Это еще, ну, вот, кстати, в Бостоне-то я уже был в постсоветское время, а в Сорбонне, вот там я стажировался полгода аж еще в советский период. Вот. Ну, и поэтому серьезные учения. Ну, тут политэкономическое учение, скажу так, вырывается немножко. Ну, я сказал, на экономических факультетах или каких-то факультетах, так или иначе, связанных с экономикой. Но Маркс проходит, ну, не в виде отдельной дисциплины. Марксизм, конечно, проходит. И, там, вот, при изучении философии. Философия – предмет древний, и он, конечно, преподается и до сих пор во всех высших учебных заведениях мира. Ну, иногда где-то вытесняется. И вот тут уже даже философия, не философия марксизма, а философия иногда бывает неудобно правящему режиму. Вот достаточно вспомнить такой момент, когда в последние, там, десятилетия правления Николая I, нашего русского царя Николая I, да, министр народного образования, вот, двойная фамилия у него была, вдруг я забыл, но это неважно. Он подал докладную записку Николаю I с просьбой упразднить философию из преподавания всех вузов страны, в том числе Петербургского университета. В докладной записке было сказано, что польза от философии сомнительна, а вред очевиден. Какой вред? Вот это то, что, почему вред? Ну, это, конечно, такая фраза, она стала крылатой на долгое время, до сих пор ее произносят. Почему-то Уварову это приписывает, но это не Уваров. Вот я забыл, это после Уварова был министр народного образования, интересно, народного образования, да, все-таки так, как сказано. Вот, и вот это с двойной фамилией человек. Ну, и добился своего, ликвидировали на определенный период времени. Почему неудобна философия вообще, а марксистская в частности или в особенности даже? Потому что раскрывает глаза на мир, да, миллионам людей. Ну, во всяком случае, тем, кто вот как-то стремится что-то понять в этой жизни. В этой жизни, я так вообще говорю, знаете, ни одна другая дисциплина этого не делает. Я вот специалист по философским проблемам естествознания и кандидатскую, и докторскую защитил. Ну, скажу, конечно, естествознание, многие дисциплины естествознания, прежде всего, конечно, физика, которая до сих пор является пионером естественных наук и фундаментальных наук. Все ее разделы, они во многом определяют развитие и других естественных наук, даже биологию, как ни странно, да, затронем мы этот момент. Ну, так вот, конечно, ни физика, ни другие естественные науки, не все они вместе, они вот на общество глаза не раскрывают человеку, безусловно. Ну, есть еще другие гуманитарные науки, ну, там они какой-то срез общественных отношений раскрывают. Ну, вот, а что касается марксизма в целом и философии марксизма в особенности, Ленин писал, что российский пролетариат просто выстрадал марксизм. Потому что он, российский пролетариат, вот не знал, а вот каков выход из этого его убогого, жуткого подчас положения, да, вот этого бесправия, этого самодержавия, которое угнетало и, конечно, подавляло всяческие выступления. Вот уступления были, вы знаете, там, вот то, о чем писал Пушкин, бунт бессмысленный, беспощадный. Бессмысленный, но когда он не руководится какой-то идеей, да, а просто так свергнуть вот царя, вот, а потом, а что делать, а там придумаем. Вы знаете, Емельян Пугачев просто хотел свергнуть царя и сам стать царем, объявил себя там очередным, да, Лжедмитрием, да, хотя уж он там по возрасту не подходил. Ну, не важно, народу не важно. А вот знамя, а? Лжепетром Третьим. Да, Лжепетром Третьим, конечно, я правильно, правильно подсказали, тут я допустил историческую, так сказать, ошибку. Вот, то есть, вот как-то вот, ну, понимаете, вот наши народовольцы, сколько раз они охотились за несчастным Александром Вторым, взрывали, стреляли в него, потом взрывали, потом взорвали. Сами тут, конечно, пострадали, и кто не пострадал, кто уцелел, были казнены. Ну, а результат-то, ну, ничего положительного для народа. Вот, Плеханов, который был марксистом уже к этому времени, Плеханов, когда к нему пришли на удовольствие и сказали, что, ну, не хотите ли вы в наше движение влиться, вы все-таки видный теоретик, марксист. Он говорит, нет, не хочу. У вас цели вашего движения, ну, надо переделывать и что, ликвидировать вообще движение. Почему? Ну, потому что те методы, которые вы хотите, как бы, освободить народ, народовольцы, волю народа, да, как-то, так сказать, освободить. С одной стороны, эту волю проявить. В чем? В том, что, ну, вот, уничтожит царя. Ну, ничего, добьетесь. Вместо одной, вместо двух палочек в имени царя Александра Второй будет три палочки. Так и получилось, Александр Третий. Все, ничего не изменится. Ну, террор еще, дополнительная реакция, конечно, за счет этого. Так что, вот, не выход. И вы знаете, когда уже и брат Владимира Ильича, Ульянова, тогда еще не Ленина, тоже пострадал, Александр брат, да, пострадал вот в этой борьбе тоже народовольцев, так, принял участие к подготовке, покушению. Покушения еще и не было, но был казнен. Вот. Ну, и знаменитая картина есть, но эта картина отражает, действительно, так сказать, ситуацию в семье, когда, вот, картина, молодой еще гимназист в гимназической форме Володя Ульянов подходит к своей матери. И, значит, так ее за плечо держит. Держит, утешает. Она в черном, в трауре. Вот. Только что казнен ее сын Александр. И он ей говорит эти фразы. И действительно он ей говорил. Ну, жаль очень Александра, но мы пойдем другим путем. И действительно. А какой другой путь? Да какой-то другой путь и начертан был марксизмом. Вот почему марксизм выстрадан был нашим российским пролетариатом. Вот почему люди полуграмотные шли и изучали основы марксизма в тех марксистских кружках, которые организовал уже более взрослый Владимир Ильич Ульянов. Еще даже не Ленина, потом и Ленина, конечно. Вот через пропаганду марксизма. Почему марксизм так опасен, оказывается, для всякого эксплуататорского строя? Он скрывает основания, причины. И не призывает просто взять да уничтожить. Всех перестрелять, к черту. Ну, а толку никакого. Принут новые, они вам еще спасибо скажут из того же класса, чтобы им освободили теплое местечко хлебное. Вас, конечно, покарают, чтобы неповадно было, чтобы самим не пострадать. Но при этом строя не изменится. Значит, надо было раскрыть вообще ту закономерность, которой подчиняется вся природа. Ну, и общество не составляет здесь исключения. Ведь до сих пор существуют различные концепции, не марксистские, а анти марксистские, которые пытаются сказать, что вот развитие общества – это что-то особенное. Что-то такое специфическое, которое никак не может быть сопоставлено с эволюцией живого на Земле. Даже если ее признавать, эволюцию живого, заметьте, на Земле. Или вообще с эволюцией метагалактики. Это вот что-то особенное, святое. Потому что вот и сотворено это, наверное, как-то иначе. И тут волей-неволей какие-то объективные идеалистические уже мотивы. Не обязательно какие-то теологические концепции. Ну, вот такие вот мистические какие-то сверхразум какой-то, да, который породил наш разум. Вот так, да. И вы понимаете, при таком варианте вот как можно изменить ситуацию в обществе. Если общество развивается вовсе не по тем законам, по которым развивается природа. Или вообще нет законов. А если нет законов, как изменить? Как можно повлиять на то, что абсолютно случайно в своем развитии? Вот человек, которого называют выдающимся методологом науки, Карл Поппер, он в своей работе, написанной в Новой Зеландии во время Второй мировой войны, он бежал из Австрии, правильно сделал. Потому что он был евреем, и в Австрии он бы не уцелел во время Второй мировой войны. В Новой Зеландии вот он писал, писал он работу «Открытое общество и его враги». А что такое открытое общество? Открытое общество – это то общество, которое открыто всем ветрам. То есть, в любой момент можно в любую сторону повернуть в развитие. Ну, давайте реставрируем монархию. Вы знаете, как у нас, ну, там вот есть у нас такие молодые люди, которые этого не помнят. Ну, постаршие люди либо помнят, либо знают. У нас ведь были призывы «Бориску на царство». Какого Бориску-то? Не Бориса Годунова, а Бориса Николаевича Ельцина. Причем так, слоган такой, вроде, немножко насмешливый. Но фириоз говорили, что нам самодержавие, нужно самодержавие, вот что нас спасет. Понимаете? То есть, вот такие даже мысли есть. Понятно, что это уж такое ретроградство, оно осуществимо быть не может. А вот Поттер, я начал говорить, да, открытое общество – его враги. Он говорил, что открытое общество – это абсолютно случайно, стихийно развивается. Никаких закономерностей нет. А всякий, который пытается ввести вот это развитие общества в какое-то русло, постулировать какие-то каналы, якобы необходимые развития, вот он враг открытое общество. Открытое общество – его враги. Двухтомное произведение Каала Поппера. Вышло в 1945 году, а у нас появилось только в 90-е годы. Ну, вы понимаете, почему? Потому что это была, в общем, антимарксистская позиция, и она на руку только буржуазному классу. Тут же, как буржуазный класс у нас мгновенно образовался, не мгновенно, там были корни еще в советской действительности. Это отдельный разговор. Конечно, ничего мгновенного не происходит ни в природе, ни в обществе. Ну, мгновенный процесс распада атома, полраспада атома в атомной бомбе, вот да, почти мгновенный, но все равно он подготовлен эволюционно. Но вернусь, однако, к марксизму. Итак, вот у меня с собой две работы, одна очень давно издана в Советском Союзе, и это была, пожалуй, первая книга по философии, которую я начал читать. Книга 1952 года. Вот в 1953 году я начал, пытался ее одолеть. С учетом того, что мне было 8 лет, в 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин. И, вы знаете, такой-то был социальный взрыв какой-то, понимаете. И вот я-то это хорошо помню, всенародное действительно горе. И как перевернулись взгляды некоторые, представления, даже на уровне бытовом, да, уже тогда. И вроде вот такая почти свободная мысль, которая требовала представителей очень разных слоев и классов общества. Мы же еще классом в обществе жили при Советском Союзе-то, да, вы знаете. Ну, вот там брожение такой умов было. И на меня, восьмилетнего мальчика, это оказало воздействие. Вам сколько лет молодой сейчас? 14 лет. Ну, 14 лет это у меня прорыв был. Я уже всерьез увлекался философией. Я посмотрел, думаю, о, как мне это напоминает. Ну, вот тогда я впервые как-то заинтересовался. Ну, надо сказать, что вот эта работа, она мне казалась не по зубам. Это работа Фридриха Энгиса «Антидюринг». Так вот, «Антидюринг» – это настоящая библия марксизма, если можно так выразиться. Почему? В концентрированном виде здесь вся марксистская теория, все остальные части. То есть, что это такое? Это философия марксизма, дилектического материализма. Это политэкономия марксизма. И это, наконец, учение научного социализма. Научный социализм. Вот в этой книге. Причем, очень популярно, Энгис умел так писать, надо сказать, Маркс вот не умел так писать. Я капитал Маркса, будучи уже кандидатом в наук, перечитывал три раза, конспектировал первый том капитала. Ой, как он мне достался. Дальше все проще уже. Уже имея за плечами два высших образования, вот это, и будучи кандидатом в философских наук, я вот это одолевал. А вот Энгис, он, да, но для восьмилетнего не подойдет, а для четырнадцатилетнего вполне. Я вот как раз одолел окончательно в четырнадцать лет. Ну, вот это работа, которая вот квинтэссенция марксизма, да, безусловно. И очень популярно изложена, и при этом популярность не является профанацией, да. Вот это научно популярно изложено. А вот первое такое соприкосновение для того, чтобы, ну, хотя бы ввести самого себя в курс, да, по поводу марксизма и его составных частей, и, конечно, вот раскрыть эту проблему единства марксизма как учения, вот это можно познакомиться предварительно, но не окончательно. Собственно, антидюринг Энгис – это тоже не окончательно. Это квинтэссенция, дальше надо развиваться. По принципу от постовых сложно. Вот очень просто и популярно Владимир Ильич Ленин излагает, вот смотрите, сколько. Я специально взял эту вот брошюрку. Вот три страницы, и на трех страницах Ленин в работе три источника, три страницы части марксизма умудрился вот этот вопрос рассмотреть. Ну, вы понимаете, здесь это даже не словарь, меньше, чем словарь. То есть отсюда понять вот философию марксизма, политэкономию марксизма и теорию научного коммунизма нельзя. Можно узнать, что это такое по названию, да, и о чем там речь вообще. Ну, конечно, это невозможно. Это невозможно. Ну, в общем, задачей-то Ленина было, что показать? Вот три источника, три составные части марксизма. Задачей Ленина было показать, что марксизм является потому цельным и потому адекватным истинным учением, адекватным объективному развитию общества, поскольку марксизм, конечно, в целом направлен на развитие общества, хотя философия марксизма, диалектический материализм, он, конечно, основа научного мировоззрения в любой сфере естественно-научного, гуманитарного познания и всеобщей методологии познания научного, вне всякого сомнения. Вот я сейчас читаю аспирантам курс, в течение уже многих десятилетий читаю курс «История и философия науки». Я исподволь, потому что, тут меня пишут, раскрою секрет, исподволь даю именно философию марксизма, диалектический материализм как основу, как всеобщую методологию научного познания. И тоже исподволь критикую другие позиции. Ну, скажем, вот Поппер, да, вот я его называл, называл. Почему он говорит, что история общества – это история, так сказать, представляет, истории-то как таковой нет, потому что история – это длящийся процесс, в котором есть какая-то логика историческая и логическая, где предшествующее состояние в какой-то мере, но не абсолютно однозначно определяет последующее состояние, да, вот эта связь есть, закономерность, иначе говоря. Так вот, Поппер говорит, нет никакой закономерности. А почему? А потому что история общества определяется с точки зрения Поппера научным открытием. Неважно, на каком уровне развития науки, да. Вот там была, ну, я вам скажу, там преднаука, делится наука на две исторические части. Человеческая преднаука, по существу она смыкается с философией, и наука в собственном смысле этого слова начинается уже с нового времени для Европы. То есть это примерно 17 век, да. Ну, а потом эта наука еще делится на три части. Классическая наука, не классическая, так называемая постнеклассическая наука. Я это, конечно, раскрывать не буду, так коснулся. Но вот Ленин, возвращаясь к нему, он показывает, что марксизм есть учение, которое опирается на естественно научные достижения, предшествующие вот творчеству Маркса и Энгельса, да. Опирается на философские разработки, домарксистские. Опирается на политэкономическое учение, домарксистское. И опирается на учение утопического социализма, домарксистского, утопического социализма. И вот эти источники марксизма определяют его уже единство. Потому что они в марксизме слитого едино. Вот как тот же Ленин говорил, правда, в другой работе, что марксизм, он как будто вылет из единого куска стали. Вот. Но это, конечно, метафорическое, да. А вот это надо было еще метафору-то раскрыть. Вот он раскрыл это в этой маленькой работе «Три источника и три составные части марксизма». И не случайно вот в этой брошюре старой уже следующей работой идет работа того же Владимира Ильича Ульянова Ленина «Карл Маркс». Вот здесь уже более подробно. Опять три составные части. Тут он уже об источниках не говорит. Но подробно рассмотрены три составные части марксизма. Это вот философия, диалектика. Это политэкономия. Тут из теории прибавочной стоимости. Скажу вам, теория прибавочной стоимости Марксом была в теоретической форме, в теоретической форме была представлена только в четвертом томе «Капитала», который так и называется «Теория прибавочной стоимости». Но читать его до первого тома никому не советую. А первый том, я сказал, это большой труд. Это труд, который требует колоссальной эрудиции. В общем, знания. Даже высшей математики. Без высшей математики можете не подходить. Не получится. Ну и, конечно, солидного знания, кстати, и философии. Вот тут в первом томе квинтэссенция того, что было наработано. И философские основания. Маркс все время об этих вспоминает философских основаниях марксизма. Вот с одной стороны источники и основания. Это не одно и то же. Источники. Ну, давайте поговорим более подробно. Ленин вот в работе «Три источника и три основные части марксизма» он пишет в обведении очень кратком, что, говоря о философии, политэкономии и научном учении, о социализме или научный социализм, он говорит, что на этих трех источниках и вместе с тем состальных частях марксизма мы вкратце и остановимся. Вот. И вместе с тем, да. То есть у него, получается, вот источниками является философский источник, политэкономический и теория утопического социализма. Но вот я ведь коснулся естествознания. Ленин, когда более подробный вопрос. Ставит об источниках, он упоминает не в этой работе, а вот в Карлом Марксе. Он упоминает, правда, только упоминает. Он не развертывает это. И о развитии естествознания. Хотя здесь он вот пишет, смотрите, вот в начале. Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду. И ненависть всей буржуазной, и казенной, и либеральной науки. Даже науки, не только чиновничества. Которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты. И дальше, значит, Ленин пишет, что вот как будто это учение стоит вообще где-то вдали от столбовой дороги развития общества и науки в целом. Вот, ну вот, он, Ленин показывает, что нет, вот есть источники, и эти источники использованы, но они существенным образом переработаны. Сейчас скажу как. Но я вот так кручусь, и вот Поппера все еще затронул, говорю, случайность исторического процесса. Вот явный антимарксистский взгляд. Недаром Поппер называет свою работу «Открытое общество и его враги». Вот тот, кто постулирует закономерность, и тем более наказывает закономерность развития общества, тот враг открытого общества. А вот кто случайность, вот это Поппер, он друг открытого общества. Ну, он говорит, никаких закономерностей не существует, и поэтому нельзя предсказывать никакого будущего, ни коммунистического, ни социалистического, ни буржуазного, даже он пишет так, в запальчивости, ни белого, ни черного, ни желтого, никакого будущего нельзя предсказывать. А почему нельзя? И почему случайно? Вот тут-то интересный момент, который почему-то все пропустили. Я когда прочитал это у Поппера, ну, Поппер был очень такой уже человек возрастной, ему уже было 90 лет. Когда я смог посчитать «Je parlez français», он писал на английском и на немецком, «Nichfenstein». Вот, поэтому я в русском как только появился, я, значит, просчитал. Вот, и как-то не до этого было, ну, сейчас-то уже Поппер, хотя он умер, но остается врагом. Но не открытого общества, а общества. Так скажем. Так вот, в чем, как он доказывает случайность, потом я вот, а что, от чего он отталкивается, почему, что он критикует вот этих врагов-то, да? Как он доказывает случайность? Он говорит, общество развивается благодаря каким-то научным открытиям. Вот, какой-то яйцеголовый человек, что такое, открыл, неважно что, добывание огня трением. До этого, вы знаете, там, наши древние предки огонь сохраняли, переносили, вот там, божественный огонь, молния зажгла, и вот они поддерживались этот огонь тысячелетиями. Вот в Тибете нашли костер в пещере, да, который там тысячелетия, исследования проводились, поддерживались, были жрецы и жрецы огня. Потому что, если огонь поток, то все, да, и, конечно, жрецов убивали, вот такие промышки, вот, пропустили. Ну, вот, так вот, а кто-то вот догадался, да, додумался добывать огонь, естественно, так сказать, искусственно, вот, правда, это естественный способ трения, не рука об руку. Ну, вот, если кто-то пытался, кстати, я добывал огонь трения в туризме, я еще инструктор по туризму был, и вот это входило, так сказать, ну, в тот материал, который он должен был владеть, всякий инструктор по туризму. Ну, вот, нет, спичек, ничего нет, зажигалок нет. Как вы найдете, да, и в мокром, вот, как сейчас, лесу, можно? Можно. Вот я вам добуду, вот, опираясь на то знание, которое, конечно, естественно, прочитал это в книжках с рисунками, вот так невозможно добыть. Руки сотрете, ничего не получится. Надо использовать что? Лук. Вот, лук тоже великое изобретение, да, древних, вот. Ну, а лук какому образом? Вот, надо натянуть что-то, нитку, вот, хоть рубашку распустите, но если речь идет о жизни, там, рубашку не жалко, да, распустите, натяните и возьмите палочку, натяните эту. И вот поставьте не в ладонь, а то дырку протрете в ладонь, а в деревяшку, вот, и в другую деревяшку, и вот там, в этой другой деревяшке сухой, туда положите чего-нибудь сухого. Ну, там, во влажном лесу можно найти где-то под корнем сухой мох какой-то, там, труд такой, да, труд, потому что тереть надо. Ну, вот, и вот, когда вы вот так, вот эту деревяшку перли, вот так, да, стали тереть, вот огонь, в конце концов, возникнет, а тут надо сухое. Я вам говорю, что работа довольно тяжелая, все-таки, даже при таком вот, при такой механизации техники. Я почему так описываю? Потому что, ну, это революционизировало деятельность человека. Огонь, конечно, вы знаете, у всех народов мира есть, вот, какое-то сказание, какой-то миф о том, как боги даровали человеку огонь. Ну, вы знаете, главный тут миф о Прометее, да, который украл огонь у этого, как его, который занимался там, кузнец, да, Бефест, да, забывая. И вот отдал, ну, ему, его примерно наказали, чтобы он с ними занимался. Так вот, опираясь на такие вещи, ну, и вот я вспомнил лук и стрелы, тоже изобретение. Производительность труда увеличивается, да, и вот открывается новая страница в истории. Это Поппер пишет, да, изобретение. Ну, теперь Поппер говорит, ну, я вас убедил, но изобретение уже нового и новейшего времени, там, такие революции, вплоть до научно-технической революции. Когда наука и открытие научное идут впереди производства уже, впереди техники. Раньше были технические революции, тут научно-техническая революция, это уже вторая половина 20-го столетия. Ну, Поппер говорит, ну, вот убедил я считателя всеми этими примерами или не убедил, что вначале открытие, а потом уже прорыв в производстве. А открытие могло бы и не быть. А почему открытие-то случайно? Он говорит, а я сейчас вам, как дважды два четыре же скажу, что открытие случайно. Каким образом? А вот, что такое, если открытие было бы закономерным? Если бы оно было закономерным, ему можно было бы предсказать. Ибо все закономерное предсказуемо. Вот тут он уже делает ошибочку. Следите, как говорится, за руками этого фокусника. Все закономерное предсказуемое. Закономерное предсказуемо только в том случае, если мы узнали эту закономерность, этот закон. Узнаем. Если мы не знаем законом, а мы можем предсказать, что будет с данной цепью, если сюда подключить 220 вольт, силы, предположим, 40 ампер хватит, чтобы сжечь. Мы можем предсказать? Можем. Вот мое инженерное образование-то еще как-то годится, даже для каких-то философских рассуждений. Но если мы не знаем, если Ом еще не родился, ну, не можем предсказать. И, значит, вот так и никаких вот таких устройств у нас не было. Если бы не шли с этого момента. А Поппер так рассуждает? Ну, вот, значит, если предсказать. Ну, а можно ли предсказать какое-то научное открытие или изобретение? А что это такое? Тут какой-то вот порочный логический круг получается. Ибо предсказать открытие – это сделать открытие до открытия. Мы должны предсказать, что будет открыто, да? Вот, и может быть, когда, ну, не обязательно когда, но все-таки вот что. Значит, мы сделали открытие до открытия. Ну, это же логический парадокс. Следовательно, предсказать научное открытие или даже изобретение невозможно. А так как изобретение толкает человечество или хотя бы к социуму какой-то по пути прогресс, то, значит, вот этот всякий толчок, он случайен, раз не закономерен, значит, случайен. А закономерность, Поппер, только абсолютная. Закономерность необходимая. Вот, значит, все. И таким образом постулировать какую-то закономерность, вот, главный, кстати, враг открытого общества, конечно, Маркс. Первый враг – Платон, второй враг – Гейтель, потому что они постулировали закономерность развития общества. А вот третий, последний, самый, так сказать, злостный, с точки зрения Поппера, враг – это, конечно, Маркс. Почему? Потому что он раскрыл действительные закономерности исторического процесса и тем самым предсказал, но с определенной вероятностью, но не однооднозначно. Поппер утверждает там, что Маркс кликушествует, занимается предсказаниями коммунистического общества. Кликушествует. Кликушествует, когда ничего не знает, вводит себя в транс и начинает, чёрт знает, что говорит, да, и где-то попадает, может, пальцем в него. Вот. Но это же совершенно другой процесс научного познания. Ну, а какие же закономерности раскрыл Маркс, исходя из чего? Ну, вот тут требуется, значит, вот Поппер пытается опровергнуть Маркса, но его опровержение аллогично, хотя он логик, что интересно, я сам тоже логик, у меня три книжки по логике, но как логике я куда, как мельче, чем Поппер. Поппер – логик с мировым именем. В Википедии наберите Поппер, вот, узнаете, да, как о нём пишут. И логика – методолог науки. Так вот, этот логик совершает логическую ошибку. Какую? Я уже начал вас вводить вот в понимание этой ошибки. Он говорит, что то, что закономерно, предсказуемо. Уже ошибка. Предсказуемо только в том случае. Предсказание – это субъективный акт. Субъективный акт. Предсказание делает не природа, не общество какое-то в целом, а конкретный учёный, который занимается этим процессом, изучил этот закон, и на основе этого закона он может… Что такое закон? Это повторяющиеся, устойчивые, воспроизводящиеся. Всё закономерно в мире, в отличие от того, что считает Поппер. Всё закономерно. Всё, что существует. Как? Это я не просто декларирую. А вот можно очень логично доказать. Существование что такое? Вот существование. Вот этот пульт существует. Что это означает? Что в каждый следующий момент, с начала, как его только сделали, он повторяет свои свойства, характеристики на всём протяжении того отрезка времени, который он вообще существует. Повторяет, воспроизводит. Он меняется, он стареет, кнопка начинает плохо нажиматься. Что-то. Но основные характеристики он повторяет. Вот, значит, вот это и есть закономерность. Причём повторение не полное, а вот по Гегелю. И вот Гегелевская диалектика является источником марксизма. И не только философии, а и политэкономии марксизма. И теории научного социализма. Гегелевская диалектика. Они вышли из этой гегелевской диалектики, как наша отечественная литература вышла из гоголевской шинели. Маркс с Энгельсом. Ведь они были младогегельянцами в начале своего жизненного, ну, не вполне жизненного пути, а уже когда они достаточно взрослыми были. Но Энгельс был на два года младше Маркса. Это Маркс 1818 года, 1820 года рождения Энгельс. И встретились они, когда Энгельсу уже было 20, а Марксу, соответственно, 22 года. И где они встретились? Они встретились в кружке младогегельянцев. Гегель тогда был в большой моде. Даже у тех людей, которые философией вообще не интересовались, но для того, чтобы слыть немножко интеллигентными, просвещенными, надо обязательно сказать, что Гегеля читали. Читали, но ничего не поняли, конечно. Потому что Гегель это тоже, я вам скажу. Когда Владимир Ильич Ленин, действительно гениальный человек, он читает науку логики Гегеля, это философские тетради его там конспектируют, и все время, ну не все время, очень часто на полях пишут. Темна вода, он не понимает. Он возвращается к этому. И считал он уже, будучи достаточно зрелым человеком. Под 40 лет, я сейчас точно не помню. Что-то 36 ему было вот так. Так вот, понимаете, ну Гегель, а вот Гегель это Поппер, Гегеля, видимо, не читал, но он его отрицает, причем вот в этой работе «Открытое общество враги» пишет о Платоне, о Гегеле, о Марксе, но не цитирует даже ни того, ни другого, ни третьего. То есть огульно приписывает им какие-то взгляды и их же критикует. Абсурд. Абсолютно не научный подход. И теперь еще раз возвращаюсь. Значит, то, что закономерно предсказуемо. Далеко не все предсказуемо. Предсказуемо предсказание субъективное акта. Если мы знаем эту закономерность, познали, да, мы можем предсказать. А вот закономерно, но мы не знаем этот закон. Не знаем, конечно, мы не можем предсказать. Значит, вот идти от предсказания к объективному, от субъективного к объективному И если нет субъективного, то значит нет объективного. Понимаете, что получается? Нет предсказания субъективного акта, невозможно. Значит нет, и закономерности нет этого и всего. Вот как здорово, да? Ну вот видите, это совершенно логично. Даже с точки зрения формальной логики. Я бы мог тут логической ошибкой, для этого у меня логический. Тут все логизмы надо было строить, его тут уличать. Ну уж, как говорится, хоть поверьте, хоть проверьте. Даже так, как говорится, на пальцах показал. Ну а он воюет попперским вот с Марксом, главный-то враг открытого общества. И в чем он главный враг-то? Ну вот опирается, теперь я опять возвращаюсь к марксизму. Все так кругами, хожу, хожу. И вот я уже дошел, дальше я не должен сходить с этого вложения. Критикнул Поппера. До сих пор считается, что Поппер оповерг Маркса. Вот этим вот жульническим путем, обманом публики. Я удивляюсь, как серьезные люди продолжают цитировать Поппера до сих пор. И они вот этой логической ошибки элементарной не увидели. Я уже много написал против Поппера. Один мой коллега, доктор, правда, экономических наук. Ой, вдруг забыл его фамилию, московский. Он очень известен, гораздо более, чем я. Но известный, что-то у меня с фамилиями. Ну, 75 лет. Вот этот коллега, он помладше, а мне 75. Так что, понимаете, можно себе позволить некоторую забывчивость. Так вот, он написал аж книгу под названием «Антипоппер». Антидюринг, чувствуете, антипоппер. Но он раздел Поппера с позицией, ну, так сказать, критики Поппера политэкономического учения Маркса. Да, он экономист. Поэтому, так, фамилию забыл. Ну, наберите «Антипоппер» в поисковике, сразу найдете это. Я написал несколько статей, одну послал Попперу, против Поппера. Он еще жив был. Он мне не ответил. Ну, уже я к нему не в претензии. Я уже тоже не отвечаю, хоть мне еще не 90. И 90, видимо, не будет, скорее всего. Вот, я отрезав, смотрю на вещи и на собственную жизнь. Вот, ну, наверное, уже не досуг было, конечно, там читать каких-то там неизвестных корреспондентов. И тем более ответить было трудновато, наверное. Вот, но, значит, возвращаясь к Марксу. Итак, Маркс опирается, вот эти источники. Я говорю, это, кстати, уже Энгис пишет в работе, тоже посвященной такому, эта работа по существу тоже отчерк теории марксизма. Это работа Людвига Фейербаха и конец классической немецкой философии. И вот там Энгис пишет о том колоссальном влиянии, которые оказали на Маркса и Энгиса работы Гегеля, работы Фейербаха, ну, называется, и, естественно, научные открытия 19-го столетия, начала 19-го. Какие же открытия, вот, которые подтолкнули? Это открытие, прежде всего, клеточного строения вещества, которое показало, что, вот это открытие, что все живое, вот, структурным таким элементом своим, или системным, лучше сказать, элементом своим, говорил структурным, системным, имеет клетку. Все живое, растения, да, клетка, мы клетка, ерево там, клетка, что угодно, рыба, тоже там клетка, да. И есть одноклесечные, есть многоклесечные, ну, а снова все клетка, да. А? А вирус? Вирус, ну, вирус особый, да, вот, что это такое, когда было открытие, там, вирусах даже не подозревали, это начало девятнадцатого столетия, но вот единство живого через клетку, да, это было подчеркнуто. Дальше, еще одно открытие, закон сохранения и превращения энергии, не вещества, а энергии, да, что, вот, превращается в различные виды энергии. И это показало, что тоже материальное единство мира, единство мира, мир единый, не то, что он так вот, вот тут неживое, вот тут живое, вот тут общество социально организованное, да. И все это вот разные ипостаси, и вот вообще они никак не связаны. Ну и, конечно, третье, удар по метафизике, это эволюционная теория Дарвина. Эволюционная теория Дарвина, которая показала, что вот живые, животные не всегда были таковыми, какими они есть, да, все это вот происхождение, называю просто название, да, основного Дарвиновского труда, происхождение видов путем естественного отбора. Вот тут в названии уже содержание. Хотя эволюционные идеи, и об этом тоже Маркс Энгельсом не раз указывали, вот они изучали, вот я говорил, что… Ну это естественно научные открытия, но давайте вот этот момент я закрою. Они показали, что мир един, и в своей эволюции он переходит от одного состояния к другому состоянию. Тут и закон сохранения и превращения энергии, да, работает в этом материальном единстве мира. Ну и, конечно, эволюционная теория. Хотя Дарвин, конечно, не раскрыл эту тайну происхождения живого из неживого. Это и сейчас, эта тайна еще тоже не совсем еще раскрыта, так скажем. Вот, но не значит, что она никогда и не будет раскрыта, да, окончательно. Ну подходы-то уже есть, но я сейчас не буду эту поднимать тему. А теперь вот философия. Какая философия? Источник немецкая классическая. Я отговорил, познакомились с Маркс Энгельсом в кружке младо-гегелианцев. Молодые гегелианцы, да, ну это в русском варианте, да, младо-гегелианцы. Как это на немецком я просто не знаю, потому что не знаю вообще о немецком. Так вот, познакомились и подружились, но кто такие гегелианцы, последователи Гегеля? Они, конечно, и Маркс Энгельс в этот момент были, в общем, объективными идеалистами, потому что философия Гегеля – это объективный идеализм. Но они сумели все-таки понять, в чем суть ядро гегельской философии. Диалектика, диалектический метод. Позднее, вот, Энгис Ванти Дюрингер, раскрывая диалектику материалистическую, он пишет, что мы с Марксом что сделали? Мы гегельскую диалектику поставили, кстати, в Людвиг Фербахе он тоже эту идею, так сказать, преподносит читателю, мы поставили на ноги, она стояла на голове, то есть была идеалистической, значит, но вот они подчеркивают, что не только Гегель, но вообще вся немецкая классическая философия, начиная с родоначальника, с Канта, уже вот эти дилектические идеи отрабатывала. И Гегель – это апофеоз диалектики немецкой классической философии, это достижение, главное достижение. А с Канта-то вот что, я напоминаю, это небулярная, так называемая небулярная концепция Канта, которую он изложил в работе «Всеобщая история и теория неба», где он показал, что солнечная система не всегда была такой, какой мы ее можем сейчас наблюдать и в которой мы живем. А она результат естественной эволюции, некого диффузного облака твердых частиц, которое вот раскручивалось и в центре образовался вот сгусток, это будущее солнца, по бокам сначала были вот эти такие, ну как у Сатурна пишет Кант, кольца, а потом эти кольца вот слились в планету. Ну, не совсем, конечно, так, но вот до сих пор эта концепция, которая уже носит название небулярной концепции Канта-Лапласа, Пьер Симон Лаплас, он математически обработал уже в начале 19-го столетия после смерти Канта, вот эту концепцию, и логически ее, так сказать, ну, математически и логически ее обосновал, что не было у Канта. Еще, вот уже эволюция, и эволюция не живой природы, да Дарвина, Дарвин только живой, легче раскрыть эволюцию, живой, а тут не живой, попробуй-ка, вот, хотя эта концепция была, конечно, во многом умозрительная, то есть в таких аргументах весомых со стороны естественного знания не было. Ну, вот повлияла диалектика, ну, квинтэссенция диалектики Дегеля, конечно, вот, всего развития немецкой классической философии на Маркса Энгельса, безусловно, вот они восприняли прежде всего учения о противоречии, учения о единстве количества и качества, учения об отрицании и отрицании, которое скрывает направленность развития, ибо всякое развитие это система направленных изменений, вот этот закон отрицания и отрицания показывает эту направленность. Возможно ли вообще как-то просто рассказывать о сложных вещах? Ну, видите, трудно рассказывать и не всегда возможно ни о каких сложных вещах, понимаете? Иногда будет такое упрощенчество, которое приведет к профанации уже какой-то сложной вещь. Почему я прошу? Как бы, марксизм сложная вещь. Ну, я вот... Теорсофия, диалектика сложная вещь. Нет, не сложная. Есть, вы знаете, когда вот проникшись... Нет, когда проникшись, да, все так. Когда проникшись можно, но... Вот, оно в двух словах диалектику, ну... Заменить. Заменить? А что там уже села? Нет, еще не села, но вдруг сядь. В двух словах нельзя. Вот я вам говорил, вот видите, Ленин попытался, да, на трех страницах, но он только рассказал, что это такое. Да, я читал. Да, а суть, конечно, не раскрыта. Просто... Ну, а можно там популярно там рассказать, ну, скажем, как производить интегральное исчисление? Можно, как вы думаете? Ну, я думаю, что... Или дифференциально. Для автузов там. Вот, для автузов. Так вот, я основную свою деятельность из почти уже 60 лет трудового стажа столько не живу. Если я доживу до сентября следующего года, у меня в сентябре следующего года 60 лет будет не мне, а моей трудовой деятельности. Понимаете? Вот. Но, вы понимаете, всю жизнь работаю чуть, поэтому так вот, все же без отрыва от производства, все образовали, за исключением восьми классов школы. А потом уже пошло, да, техникум, вуз, армия. Три года всего-навсего отдыхала от этого дела, от совмещения. Ну, вот, о сложности. Вот я, там, математика. Ну, можно математику? Так вот, в вузах, в технических вузах, я преподавал в ЛИИШТЕ, ПУПСЕ, всю свою жизнь, можно сказать. Ну, 44 года. Львиная доля и жизни, и тем более преподавания. Да, преподаю я без малого 50 лет. Из них 44 года в университете путей сообщения, да, бывший ЛИИШТЕ. Так вот, вы знаете, вот из года в год, ну, вы знаете, во всех вузах ведется борьба за успеваемость. Один из главных показателей, по которому оценивает бюрократия министерская. Там вот, в министерстве образования, 90% всех клерков, начиная с министра и заканчивая, там, последней девочкой, которая, там, на компьютере счет набирает важные решения, они с образованием практически не были сверкли. Ни дня не преподавали. Они нам диктуют, как нам преподавать. Я там на одну замминистра оболчился, как-то приехала молодая, вот, такая, стала нам учить. Я обратился к ней, ну, как говорится, не по уставу, говорю, девушка, девушке было 32 года, а я уже к тому времени в вузах преподавал больше, уже лет, да. Я говорю, девушка, вот давайте я вам, она стала говорить, что вот мы не так делаем, у нас программы. Я говорю, девушка, ну, я вам сейчас объясню, что вы не так говорите. Так, 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 вы согласны? Ну, не знаю, она не понимала даже мои объяснения. Можно ли понять, когда не занимаешься. Так вот, я говорю, математика, да, высшая, всегда, Хелесова, Пита, всех студентов, технический кузов. Хотя это должен быть вообще, так сказать, конек, да, вот, потому что… Как язык, как разговариваются, и Пита. Да. Кривление, интеграла. Вот, так вот, значит, да, так вот, понимаете, из года в год все хуже и хуже, хуже и хуже. Особенно вот после перестройки и реформирования нашего общества, школа, не виновата школа. Нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества, говорил Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Вот, ну, вот так же, конечно, школа, да, вот они в рамке загнана, тоже бюрократия, учителя должны там отчеты писать, врачи должны отчеты, у меня жена врач, некогда заниматься больным. Знаете, вот, вот это бюрократия, черт, я кири, я волком бы выиграл с бюрократизм, сказал Владимир Владимирович, к сожалению, это был не Путин, а Маяковский. Вот, а Путину я по этому поводу написал, ну, поры спускал, я много, я Хрущев писал в свое время, говорил, что это утопия построить коммунизм за 20 лет, вот, когда он выступал на съезде, вот. Ну, и принята была программа построения коммунизма за 20 лет, 8 лет. Так вот, математика, возвращаясь, ну, вот, все хуже и хуже. Мне вот мой товарищ, зав. кафедры высшей математики, сейчас он уже уволился, не выдержал, он говорит, ты знаешь, ну, какая высшая математика, если приходят ребята со школы, они простые дроби сложить не могут, не то, что умные, простые, десятичные могут, а простые нет. Ну, как можно, вот, нет оснований, алгебры не знают, ну, как, как можно, ты же понимаешь, что это преемственность вот такая, развитие математического знания, ну, как можно. Вот, на такую абстракцию выйти, да, которая связана с этим, ну, вот, ну, и каждый раз в заседании ученого совета и очередной ректор, и я вот при четырех ректорах работал в университете путей сообщения. Вот, но, но, вот, я вам говорю, вот популярное изложение основ марксизма, вот, антидерин Энгис, вот, он популярно изложил. Ну, читать надо, значит, заставить, чтобы почитать. Ну, читать, и, как говорится, без труда не вытянешь и рыбку из пруда, не то, что не одолеешь, там, марксизм. Ну, вот, цельность марксизма, его органичность, органичность, как вот, я говорил уже, организм, да, единое целое, и тогда он хорошо работает, когда отдельные органы не конфликтуют друг с другом и внутри нет конфликта, да, вот, так же и здесь, когда единое целое создано на единой платформе дилектического материализма, все это выверяется. Вот я вам скажу, что в последние, там, десятилетия, когда мне приходится все время отставить марксизм, да, и прежде всего философию марксизма, да, Ну, очень успешно мне это удается. Не бахвалясь скажу, что не встречал вот за эти годы перестроечные и реформаторские ни одного человека, который пытался бы напасть на марксизм при мне, и я бы не смог его, значит, победить. Вот, причем достаточно легко, я настолько уже, сколько собак съел вот таких, которые нападают на марксизм, что очень легко, и все повторяется, одни и те же приемы, попытки, так сказать. Начиная с того, что марксизм устарел, потому что ему 150 лет. Я говорю, а как христианское вероучение? Совсем уже устарело, полный вода. Что такое, почему у нас? Устарело. Ну, не 150 лет, да? Вот. И сразу, ага, нет, я говорю, да, вот, временной фактор, мне надо тут включать, это, знаете. Вот. Ну, что, можно продолжать? Да, конечно. Хорошо. Тогда продолжаю. Вот. Итак, вот начнем с философии марксизма, которая вышла из философии немецкой, немецкой классической философии. Ну, гегельская диалектика, но о Фейербах. Вот что сделал Фейербах? Почему ему посвящена отдельная работа Энгельса и Людвига Фейербаха и конец классической немецкой философии? И как он связан, Фейербах, концом немецкой классической философии? Людвиг Андреан Фейербах, он учился у Гегеля. И так его Гегель очаровал, хотя читал он сложно, иногда мутно. И иногда вот его, я читал письма его студентов домой о нем, просто как родителям. Ой, говорит этот профессор Гегель, он иногда забывает о чем говорит, отходит к окну и смотрит туда, о чем-то думает. Мы подходим, так, господин профессор, герр профессор, вы уже закончили свою лекцию? А, да, о чем я говорю? Вот так. Хотя был не в преклонном возрасте. Он и умер-то холера, жертва холеры, вы знаете, много было жертв холеры. Но дело не в этом. Так и Людвиг Фейербах. И вот Людвиг Фейербах все-таки был очарован Гегелем. Вот. Его учением, конечно, не им как человеком, даже не им как профессором, а вот учением. И он даже отцу пишет такое, что вот я примерил на себя, думаю, если бы мне мои дети такое написали, я был жутко обижен. Он говорит, отец, ты меня извини, но вот Гегель для меня стал вторым отцом, пожалуй, даже большим, чем ты. Он стал моим духовным отцом физически, а я Гегель духовный, понимаете, вот так отцу-то написать, так обидеть, нехорошо. Но это, так сказать, моральный момент, и он таким, конечно, был гегельянцем первым. Но вот заканчивает он университет, выходит, и что-то у него в сознании, видимо, вот оторвался от профессора, от Гегеля. Он как-то его притягивал, да, есть какая-то притягательность, натура. Несмотря на, может быть, такое не очень внятное изложение, да, термин-то какие, вот почитайте Гегеля, да. Вот. Хотя Кант в этом еще больше преуспел, но неважно. Ну вот притягательность, притягательность была. И вот отошел уже, да, с глаз долой, сердце вон, так вот, возлюбил Гегеля, с глаз долой, все. И чего-то там, чего-то не то, стал подсчитывать по естествознанию, он человек был такой увлекающийся, эрудированный очень, да. И вдруг у него переворот в сознании. И пишут он статью критикой гегелевской философии. Опа. Вот отец-то родной духовный, и вдруг критика гегелевской философии. И там полностью отрекается и упраздняет гегелевскую философию. По образному выражению Энгельса, Фейербах, критикуя Гегеля, с грязной водой гегелевского идеализма, выплеснул из корыта и ребенка гегелевской философии. Ребенок – это диалектика. Вот. Вот умел Энгельс так просто, вот так образно выразиться, да, чтобы было понятно, что же он там выплеснул. Он отбывал философию, так отбывал, что и ребенка выбросил. Вот. Отмывая. Но, однако, сущность христианства, Фейербаха, вот эта работа, вот Энгельс как раз в Людвиге Фейербахе пишет об этом, что когда мы прочли сущность христианства, Фейербаха, то воодушевление сразу стало всеобщим. Для многих нас, младо-гегельянцев. Все мы сразу стали, ну это, так сказать, перевод такой достаточно вольный на русский, фейербахианцами. Из гегельянцев мы стали фейербахианцами. А вот сущность христианства, это критика христианской религии, вот, христианского верующения с позиции материализма. То есть, фейербах стал материалистом, но диалектику-то он выплеснул, не нашел, не понял. И он стал метафизическим материалистом. И вот тоже об обществе стал рассуждать, но с какой позиции? То есть, антидиалектическим. Метафизический у нас термин используется сейчас несколько в другом значении. Значит, как он представлял развитие общества? Элементарные, как бы сказали биологи, эволюционирующие единицы общества у фейербаха являются отдельно взятые человеком. Хотя это не так. И нигде, и в природе элементарные эволюционирующие единицы не являются отдельно взятые особи. Ну, и в обществе тоже. Как-то фейербах не понял, что вообще-то сознание – это социальный феномен. Сознание. Что отдельно взятого Маугли в сознании не возникает, у отдельно взятого Робинзона исчезает. Вот это он не понял. А вот так вот. И поэтому вот развитие вот человека отдельного есть, так сказать, вот основа развития общества, которое только состоит, суммативная система из отдельно взятых людей. А что главное в развитии человека? Он говорит, главное – это, конечно, сознание. И вот тут вроде как-то от материализма, с одной стороны, справедливо. Homo sapiens – сознание. Вот. И тут развитие человека, он начинает сопоставлять с какой-то религиозной идеей. И он говорит, что, в общем-то, на протяжении веков, и он прав, и тысячелетий, религиозная идея была таким генерализирующим фактором в развитии общественного сознания и даже общественного бытия. Это действительно так. Но тут он говорит, что что нужно сделать, чтобы революционизировать общество и изменить его качественно? Нужно новую религию. Религию без Бога. О как! Бога-то он отрицает. Христианское вероучение, он, так сказать, раздробил. Он много чего написал, я сейчас не буду. Критика была достаточно основательная, веская. За такую критику вот его сейчас в России, наверное, привлекли за оскорбление чувств верующих. Вот. Верующих. Ну, тогда, видите, в Германии тогда еще можно было, оказывается, при всем при том, что Германия еще в этот момент была по существу полуфеодальной. Но не буду об этом, значит. Итак, какую же новую религию? О религии любви. Вот там в религии христианской проповедуется, исповедуется любовь к Богу, а надо любить человека. И вот любовь человека к человеку не обязательно противоположного пола. Вот. Унисекс. Вот. Человек к человеку, значит, вот это основа нового бытия. Ну, приехали. Материалист Фейербах. Ты о чем? Ты вернулся, да уже теперь перешел на позиции от объективного идеализма через материализм к субъективному идеализму. Потому что вот любовь, чувство любви, вот так. Вот это нас, да. Да. Новую заповедь даю вам. Любите друг друга. Это сказал не Фейербах, а Христос. Почитайте. То есть, Фейербах повторил Христа и учения. Сам против него выступал, а приехали опять. Вот как вот не видел он причин общественного развития. И вот уже, значит, Энгельс, а не Фейербах, он говорит, что, конечно, вот мы диалектику-то Гегеля поставили на ноги. Почему? Потому что причины развития общества, скажем, и вообще всей природы, и абсолютной идеей у Гегеля, да, было противоречие внутреннее. Это правильно. Борьба противоположностей. Но каких противоположностей? Внутри абсолютной идеи. Все, что есть, есть абсолютная идея в разных ипостасях. Вот. А мы поставили на ноги, и Маркс нашел основное противоречие с позицией диалектики. И не просто диалектика, а материалистической диалектики. Он выяснил противоречие в бытии, общественном бытии. И это противоречие, противоречие внутри способа производства, между производительными стилами и производственными отношениями. И общество, и сейчас развивается по Марксу, что называется. Конечно, не по Марксу, само по себе, но как и трава в поле растет, тоже по Марксу, с позиции материстической диалектики можем объяснить этот процесс. Или основываясь на этой, конечно, не просто, если бы можно было все процессы объяснить с позиции материстической диалектики, только никакого другого естественно научного материала или гуманитарного не привлекать, тогда никакая другая наука не нужна была. Тогда, значит, опять уже марксистская философия, наука наук, царица наук, как о философии говорили, вы знаете. Ну вот, вплоть до Гегеля, да, говорили. После Гегеля как-то так. Вот, так вот, значит, таким образом вот найдено. Ну, что это такое, что такое производительные силы, производственные отношения, ну, могу бы рассказать поподробнее. Производственные отношения как базис. Но главное, что в производственных отношениях, отношения собственности на средства производства. Они определяют и распределение, они как базис определяют всю идеологическую, и не только идеологическую, но и экономическую настройку. Все отношения в обществе определяют. И даже вот интересный момент, там, скажем, эстетические отношения, эстетические взгляды, базисные определяют. И вот последнее очень хорошо и ярко показал уже другой наш российский мыслитель. Я в Плеханово вспоминал, но так, ничего не сказал конкретное его учение. А вот у Чернышевского, да, станцию еще не переименовали, как ни странно. А вообще-то он враг, конечно, нынешнего общества, Чернышевский. Так вот, Чернышевский, у него есть, ну, знаете, его подвергли гражданской казни за его идеи. Но, слава богу, как говорят атеисты, только гражданской казни, а не настоящей казни. Шпагу над ним сломали его, там, отправили в ссылку. Вот, где он все еще мог писать что-то. И вот написал он «Антропологический принцип философии», где интереснейший пример. Он Маркса уже читал и глубоко читал, но не совсем овладел марксизмом. Вот не было у него такой преподгазма, даже Чернышевский. Тоже неюжный ум, талант. Ну, так вот, но вот тут он вполне по-марксистски. Он говорит, вот представьте себе вот такое, эстетические взгляды. Ну, что может быть дальше от этих базисных производственных отношений, эстетических взглядов человека? Казалось бы, субъективно, да, на цвет, вкус и цвет товарищей нет, такая поговорка. Одному это красило другого. Ну, давайте, говорит, посмотрим конкретно. Вот, женская красота, да, вот она оказывается тут, вот представление о женской красоте, это вот связано очень тесно с базисными отношениями, производственными. Да, ну, производственными даже. То есть, вот, какое вы место занимаете в этих производственных отношениях, то есть, вы собственных, средств производства или вы не собственник? Вот это влияет на ваше представление о женской красоте. Казалось бы, ну, что за чушь такая-то? А он дает замечательный пример. Он говорит, вот посмотрите представление в его время о женской красоте в дворянском собрании. Это мимолетное видение. Гений чистой красоты. И такое же мимолетное видение в крестьянской избе. Это же уродка. Там другое. И он вспоминает другие стихи, которые вам, конечно, тоже известны. Коня на скаку остановят. Горящую избу уйдет. О, какая должна быть. Кустогевская. Видели Кустогевскую Мадонну? О, вот это идеал красоты в крестьянской избе. Я когда это прочитал, я уже в армии отслужил, я вспомнил ситуацию, когда ко мне невеста приехала в Кронштадт. Я в Кронштадте служил, хотя не на флоте. Вот. И меня в увольнении мои ребята увидели с ней гуляющие, да. Это потом в казарме они меня насмех подняли. Ну, что это за девка? Ну, она была такая вот субтильная девочка такая, тоненькая. А они были в основном, это критикующие меня, они принадлежали к другому несколько бытию, крестьяне, украинские такие, здоровые ребята. Я тоже был нехилый вот в этом возрасте. Но вот представления у меня, видите, складывались не из того, что я сам здоровый, у меня такой же здоровый, что было мы, но по другу жизни. Нет, а они сходили, да что это такое, удивиться-то, ну, явно так, не годится в хозяйстве-то там, ну, как ее там, она переломится мгновенно, да. Ребенка не поднимет, более-менее взрослого, да, уже. Так вот, такие вот взгляды удивительные, казалось бы, но это я с этим познакомился еще до Чернышевского, да, вот, воочию. А потом Чернышевского прочитал батюшкой, так вот я уже это сам видел, вот видите как. Практика критерий истины, вот, критерий истины. Так вот, это же момент, да, значит, противоречие между производительными и сильными производственными отношениями. Причина. А характер социального развития, опять берем второй закон, ну, так сказать, произвольно второй закон гигелевский, у него там несколько другой порядок, но сейчас я скажу. Закон единства количественных качественных изменений, и там главная категория меры. Единство количественных качественных изменений, внутри меры происходит эволюция. На границе меры революция, скачок в новое качество, или в иное, как говорит Гейгер. Теперь по поводу общества, значит, вот Маркс поясняет, что никакая революция общественная не может произойти сразу, мгновенно, как это в отношении природы считает, считали в его время некоторые биологи. Вот, не эволюционисты, скачком происходит все, без количественного процесса. Значит, идет постепенная эволюция, количественное накопление, потом, когда это доходит до границы меры, ну, в общественном развитии, что вступает в противоречие? Уровень развития производительных сил, вот, эволюционирует, эволюционирует производительные силы, а производственные отношения, являясь формой бытия по Марксу, развития производительных сил, в какой-то момент начинают сдерживать, что, например? Вот феодализм, ну, хорошо развивался какое-то время, да, достаточно долгое время. Кстати, акселерация общественного развития происходит, вот Маркс Энгельсом это уже тоже выявили, да, то есть эти периоды развития исторические, все сокращаются. Первобытный общинный строй, это вообще, это из 100 тысяч лет, как сейчас уже установлено, хомо саппиус на земле, 95 тысяч лет от первобытной общинной строй. Мы все имеем там родственников, как они жили, это первобытный коммунизм, кстати, это легко доказать, что это именно коммунизм, и поэтому говорить, что коммунизм это вообще взгляд совершенно нереальный, хуже, чем утопический, потому что такого не было, не могло и никогда не будет. Но нам туда, конечно, в этот коммунизм не надо, не надо, да, и никто не призывал, хотя были попытки показать вот у того же этого попера, выше названного, что вот, так сказать, якобы Маркс призывал к такому коммунизму, вот, первобытному. Так вот, дальше идет, вот, опять по Гигелю, по Гигелю подскажется, да, революция, первая огромная социальная революция, переход к классовому обществу, частной собственности на средства производства, меняются производственные отношения, базис меняется, появляется частная собственность. И в какой-то момент, исторический, ну, момент-то длится достаточно долго, вот, развивается частная собственность в форме рабовладельческого общества. Кстати, мы еще не совсем исчерпали эту форму, кое-где в рудиментах, в искаженном виде она все еще существует, это нужно показать, но не буду этим заниматься. Потом феодализм, феодализм уже меньше длится, чем рабовладельческое общество. Феодализм, почему он исчерпал себя? Феодализм – это раздробленность, это вот производство в рамках каких-то там латифундий в Германии, или у нас, вот, вы знаете, тоже раздробленность. Вот история-то повторяется, у нас княжества всякие там были, да, воевали друг с другом, междуусобица, вот, тут то же самое и в Германии, то же самое везде. То же самое и, скажем, в античном мире-то вот там они, тоже, вы знаете, греки там разделились, воевали там друг с другом, не только они с персами воевали, друг с другом там хорошо, пунические войны там и проще, вот, живой пример этого. Так вот, раздробленность, она мешает дальнейшему развитию, да, производительных сил, потому что производительные силы требуют обобществления такого, не просто неприватизации, а именно обобществления, что в больших масштабах, да, это происходит. Даже вот перешли от первобытного общинного строя к производству, где? Внутри племенное, ну, союз племен, небольшой социум, классы общества, это большие социумы государства, объединяет большее количество людей. И здесь может происходить дальнейшее развитие производительных сил, но до определенного момента. Феодализм тоже, да, вот рамки, вот количественная мера, да, феодализм. Дошел, дальше уже гибель всяких таких феодальных империй неизбежна. Поэтому призыв вернуться к царизму, да, вот я вспоминал, это абсурд совершенно, не соответствует, можно исчезнуть, можно. Но вернуться нельзя. Время необратимо, но не время, а процессы необратимы. Время само по себе не существует. Это еще один момент, так сказать, философский, даже, а не естественно-научный. Вот, поэтому машину времени нельзя построить. Таким образом можно было легко перепрыгивать через этапы и сразу броситься, да, в будущее, которое еще нет, но уже существует, потому что в него можно путешествовать. А прошлого уже нет, но оно существует, потому что в него можно путешествовать. Видите, вот эти фантазии все, которыми даже серьезные ученые занимаются, физики, например. Вот срез какой-то, понимаете, концептуальный они рассматривают, все логично в этом срезе. Они показывают, что возможно при определенных условиях перейти в какой-то туннель, черную дуну проехать и оказаться в другом временном измерении или еще каким-то образом. Ну ладно, ну не буду. Маркс, конечно, об этом не писал, потому что этого не было. Итак, развитие происходит как? Постепенная эволюция, потом революция. Эволюция и революция с позиции общей диалектики два момента всякого развития, начиная с метагалактики и заканчивая там какой-нибудь мушки дрозофилы. Любимый предмет издевательств ученых-генетиков, потому что она в течение суток родилась, выросла, воспроизвела потомство и благополучно от старости скончалась. Идея там, по-моему? Ну, за день вполне срабатывает этот процесс. Себе подобных уже воспроизводят. Вот, очень хороший, так сказать, макет, модель, верно, модель, конечно, генетическая. Значит, вот это всеобщий момент. Теперь дальше. А теперь закон отрицания-отрицания. Гегель его ставил на первое место. Почему? Потому что с позиции Гегеля всякое развитие происходит по триаде. Триада. Вот развитие его абсолютной идеи заключает в себе такую триаду. Первый момент – это абсолютная идея в себе и для себя. Потом самоотрицание абсолютной идеи – первое отрицание. А идея становится природой. Природа развивается, эволюционирует и доходит до человека. В человеческом сознании абсолютная идея возвращается к самой себе. Потому что она существовала в виде чистых категорий, а теперь это категория человеческого разума. Вот она, значит, возвращается к самой себе. Таким образом. И это и есть отрицание-отрицание. Вот эта триада совершилась. И Гегель, вот диалектик, который, как пишет Энгис, критикуя Гегеля, вот он же говорил, что диалектика не видит ничего раз навсегда установленного святого. На всем она видит печать неизбежного разложения и гибели. И вдруг он говорит, что современное ему прусское государство – это венец развития, и дальше развиваться не надо. А абсолютная идея на ипостаси человеческого разума тоже доходит до абсолютного уже развития. Дальше уже развития не происходит. Никаких уже отрицаний нет. Все, вот триада закончилась. До первого отрицания, отрицания природы, развития природы, человек с его разумом, разум человека начинает постигать природу самопознание, возвращение абсолютной идеи к себе и самопознание абсолютной идеи. Вот человек познает природу, природа – это вторая ипостась, а вот такие люди, как Гегель, они догадываются, что за природа еще была первая ступень эволюции, да, а вот внутри, конечно, вот переход – это революция, конечно, революция, революция. Но вот все абсолютно иди. А этот закон, отрицание-отрицание, Маркс и Сенгисом его использовали, опять же, для рассмотрения развития общества и положили даже в некоторые основания своего социального учения, учения научного коммунизма. Значит, вот описывает Энгис в своем воспоминании о Марксе и об их юношеских годах. Энгис пережил Маркса изрядно. Значит, он описывает такие моменты встречи, когда они были молоды, воодушевлены всякими, в том числе и революционными идеями по поводу общества. И, ну, революционными идеями они были воодушевлены на протяжении практически всей их жизни, безусловно. Так вот, приходит как-то Маркс к Энгису в гости с бутылкой хорошего вина. Там они, ребята, так были нормальные, живые люди, они так, как и идолы какие-то у нас превратили на их, а теперь в антиидолы пытаются превратить. Так вот, и говорит, слушай, Фред, у них там, ну, знаете-ка, молодежь-то, Фридрих Энгис, Фред, а Маркс был мавром у Энгиса. Он говорит, слушай, Фред, я ведь тут думал, не только овес развивается по Гигелю, общество тоже развивается по Гигелю, поэтому должно пройти тоже вот это триаду отрицания, и отрицание-отрицание. А если мы начинали с первобытного кунизма, тогда это было уже известно. Ну, неизвестна продолжительность, там был более короткий период развития общества и первобытного общинного строя, но было известно, что это наиболее длительный период все-таки в развитии общества. Так вот, если мы начинали вот с первобытного кунизма, потом этапы, еще не говорил он о формации, еще не было учения в этот момент, этапы развития частной собственности, да, различные этапы, а потом отрицание-отрицание, и мы должны на новой высшей основе по Гигелю перейти к коммунистическому обществу. Ну, не на основе вот того нищего коммунизма, когда коммунизм только на этом и базировался, что средства производства были столь несовершенны, техника, что производили только необходимый продукт. Чуть меньше произвели необходимый, и целыми племенами вымирали. И поэтому не было ни частной собственности, ни эксплуатации человека-человек, это было просто невозможно, просто невозможно. Вот Энгис пишет, что в коммунистическом обществе невозможно будет воровство, только больные могут воровать, если и так достаточно все есть, да. Ну, вот о противоречии он там намекает только о том, а коммунистическое общество что, вечно, да, и никакого противоречия, дальше не будет развития, это вопрос вопросом. Кстати, предъявляет претензии, вот что это все так, царство какое-то, разума, добра и справедливости. Вроде как у Ветховена апофеоз его девятой симфонии, там, поет хор «Обнимитесь миллионы». Ну, а на каком основании обниматься, может, мне хочется больше, чем бы ему соседу, и я присматриваюсь, да. Ну, вот Энгис пишет, это, конечно, болезнь, а противоречия будет. Но опять возвращаемся, как в первобытном коммунизме, друг с другом-то вражды не было такого, антагонизма, противоречий не было. Ну, конечно, противоречия были локальные. А противоречия в чем было? С природой, с природой. Противоречия, оно сохранилось. Вот сейчас мы опять вспоминаем экологическую проблематику. То есть, противоречия с природой, начинаем опять сталкиваться. Так вот, оно сохранится, пока вообще существует человечество. Где бы оно ни существовало, все время борьба за жизнь с природой. Хотим лучше жить. Мы достигли справедливости, да, равенства социального, но не уравниловки. Опять же, у нас упрекали еще, так сказать, первые колхозы, да, там говорили, ну, там общность жен будет, все равны. Вот, понимаете, вот такие вещи. И даже наш этот, вот, он уже был премьером России. Вот его убили-то недавно. Немцов, Борис Немцов. Вот я сам видел по телевидению выступление его, когда он был премьером России. А он, кстати говоря, был секретарем горкома комсомола Горьковского. В горкоме, вот как, с чего начинал. Я ведь тоже комсомольский работник Ленинграда, 7 лет освобожденный. Но с Немцовым мы не встречались, он меня значительно моложе. Так вот, я о чем хотел сказать. Немцов ездил, хотел новый комсомол, буржуазный комсомол организовать, когда он премьером России. Ездил по городам и весь ему, вот показывает огромный сельский клуб, уже запущенный, понимаете, все. Ну, народ собрал, молодежь там собрал такую, вот, 14 и до 18, примерно. И говорит, ребята, я вам не буду объяснять, что такое коммунизм. Ну, в двух словах, в селекцию я читать не буду, но в двух словах расскажу. Это отнять у всех все то, что можно у кого отнять. Вот, а потом поделить по уровну. Вы этого хотите? Нет, закричали ребята, хватаясь за свои первые огромные сотовые телефоны. Такие, да, отнимут и поделят поровну. Но это чушь. Немцов, кандидатский минимум сдал по философии, прекрасно знает, что равенство социальное не связано с уравнилкой даже на уровне французской буржуазной революции, которую трудно обвинить в каких-то коммунистических идеях, да. Вы знаете, равенство понималось как равенство представления равных условий для реализации своих неравных каких-то, ну, талантов, да, и даже потребностей. Ну, равенство, вот вы сказали, не надо сложно. Просто говорить о сложном, но не надо и сложно говорить о простом. Тут попроще. Вот именно так, что равенство условий реализации. А вот смотрите, когда частная собственность наступает, она уже все. Вот обучение для молодых людей, да, платное, ну и что? Сейчас и в вузах, большая часть во всех вузах постепенно вытеснялась, это бюджетники. Вытеснялись, вытеснялись, теперь они уже, можно сказать, почти окончательно вытеснены. Они там 10, 15, 20 процентов в вузах бюджетники, бюджетные места. Да, так за денежку, пожалуйста, будут тебя учить, даже если ты ни уха, ни рыла, извините, да, ни в чем, а, пожалуйста, плати денежку. Все, все поставлено на какую-то основу, да. Выгодно, да, можно что угодно сделать. Выгодно наркотиками торговать, будем наркотиками торговать. При этом не очень будем бояться правоохранительные органы, потому что мы их тоже купим, им выгодно нас не ловить, а постепенно доить, да. А то же мы все переловим, да, посажаем. Вот, пожалуйста, капитализм, сращивание с правоохранительных органов преступностью, да, вот, ну и коррупция чудовищная и так далее, там все по Марксу, все по Марксу. Ну, какова цель производства, производство, цель производства, вот Маркс раскрыл, вот перехожу к политэкономии марксизма, да, философии, уже рассказал по трем законам, хотя это, конечно, не исчерпывает философию марксизма, тут еще дилектические категории, принципы, вот, но политэкономии марксизма, что тут главное-то, да, в политэкономии марксизма. Маркс раскрыл такую интересную вещь, что формула товарного производства и формула капиталистического производства, ну, диаметрально противоположны по своей схеме. Формула простого товарного производства – товар, деньги, товар. Формула капиталистического производства – формула деньги, товар, деньги. То есть, деньги являются началом и концом производства, целью производства. Прибыль – не товар, а прибыль. А товар только посредник. Ну, а Маркс об этом даже и не думал. Сейчас развитие капитализма дошло до того, что формула превратилась – деньги, 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 товар не нужен. Деньги гоняет биткоин, вот, и начинает прибыль получать, как это из воздуха все делается практически. Но на самом-то деле это, конечно, такой обман, который долго не может существовать. И этот мыльный пузырь лопнет, конечно, и будет. Ну, сейчас, вы знаете, капитализм переживает глубочайший кризис. И это во всем проявляется. И прежде всего, вот, опять гонка вооружений, да, и нас опять втянули. Хоть там Путин говорит, нас не втянешь. Ну, как не втянешь, когда уже втянули. Едется некуда просто. Нас со всех сторон окружают. Вот, действительно, шахтные установки против нас. И, в общем, надо вроде как. Вот что нас может объединить с миллиардерами, да, простых людей. Вот, пожалуйста, защита отечества, патриотизм. Почему? И выдвигается патриотическая идея в качестве центральной идеи. Да, правильно. Ничего другого с капиталистами нас не объединить. Как и национальная патриотическая идея. Но это временно, понимаете. А вот угроза мировой войны тоже от капитализма. Почему? Потому что кризисы всегда, вы знаете, капитализм, он все эти кризисы сбивал каким образом? Через войну. Через войну. Только через войну. Две мировые войны. Вот, опять же, Владимир Ленин, который развивает теорию марксизма, он в своей работе, которая опубликована была еще до Первой мировой войны, это империализм как высшая стадия развития, там, слова нет, капитализма, он показал, что развитие капитализма неизбежно ведет к столкновению, борьба за передел мир, а уже мир разделен, теперь надо переделить. Ну, к войне, как источник тоже, кстати, прибыли, да, и оживление экономики. Ну, пожалуйста. Ну, это для буржуа, а что для простого народа, это неисчислимые бедствия, гибели миллионов людей, ну, если термоядерная катастрофа. Казалось бы, разум должен возобладать, нет, впереди, что идет? Выгода нажива, есть выгода. Опять возвращаемся к Марксу. В первом томе «Капитал» он цитирует, правда, другого экономиста, но цитирует, и он еще и раскрывает эту формулу, который писал, что, ну, вот Маркс цитирует, опять забыл фамилию этого экономиста, но неважно, что если это почему-то Марксу приписывают. Ну, тот, кто невнимательно читал или не читал вообще «Капитал», а первый том. Если прибыль составляет, скажем, 50% на вложенный капитал, то предприниматель может спокойно перешагнуть через многие нравственные принципы. Об этике ли речь, если прибыль хорошая? Если прибыль превышает 100% на вложенный капитал, то предприниматель может перешагнуть и через закон. Ну, не во всем, не полностью, но многие обойти нормы законодательства. Если принцип, если прибыль виноват превышает 300%, то нет такого преступления, на который не пойдет предприниматель ради этих 300% прибыли, даже под страхом смертной казни. Вот он, пожалуйста, понимаете, процесс, тоже самое. Кстати, заметьте, это прекрасная иллюстрация перехода количественных изменений в качественные. Вот так, прибыль и вот соответствующая позиция. Но, знаете, нет такого преступления. Вот мы недавно, Всемирный день борьбы со СПИДом. И вот у нас по телевидению дискуссия. Ученые вроде с хорошим именем, достаточно образованные. В чем дело, как решить? Надо нравственно воспитывать подрастающее поколение. Надо показывать им зло, больше лекции читать. Это мне напоминает компанию о вреде курения. Я, значит, по телевидению рассказываю, как это вредно, курить нехорошо. Да, все, сразу перестань. Ну, понимаете, если прибыль колоссальная, а вот в наркотиках прибыль колоссальная на вложенный капитал, там не 300%, там, наверное, 3000%. Все, все перечеркивается, все законы, все куплено. Почему? Потому что с такой прибыли можно и поделиться. Правоохранительные органы, а правоохранительные органы, как я уже сказал, не заинтересовывая ни уничтожение зла, потому что для них это добро. Все время источник прибыли. А как же? Вот вам, пожалуйста, капитализм в действии. Точно так же и врач, ну, не все врачи, у меня жена врач высшей квалификации. Так вот, она говорит, как молодые врачи сейчас относятся к больным. Источник прибыли. Если нету прибыли, вот приехала, ну, правда, это несколько лет тому назад, но сейчас лучше не стало. Она была дежурной по больнице, ну, не буду говорить, а какой, а тут запишут, потом ей попадет, что я тут рассказываю, тайны такие врачебные. Вот, приехала, привезли бабушку какую-то, ну, вроде как совсем одинокую, неизвестно. Вот, бабушка была в куме. Ну, вот, ну, что-то там она вместе с дежурным врачом по приемному отделению смотрели. Она написала предписание в реанимацию, срочно сделать такую укол, капельницу поставить, там, такую. Она говорит, через час приезжаю в эту огромную больницу, вот, приезжаю в это, случайно совершенно, в это отделение. Там во всех отделениях реанимационной есть палаты, вот, соответствующие. Смотрю, эта несчастная бабушка в коме продолжает, ну, между жизнью и смертью лежит она, вот, там, в углу, на каталке, на кровати, в углу, где-то в коридоре. Без всякой капельницы, ничего ей не сделали. Она говорит, я посмотрела, что такое. Вызвала этого врача, она же дежурная врач всей больницы, какой-то статус у нее есть. Она, это, врач молодая девушка, там, говорит, что, ты, вы что, говорит, не сделали, вот, я же написал, что надо сделать. Она говорит, ну, чего там капельницу ставить, да, все равно бабуля помрет, да, и у нас капельница, мы все-таки просто так уж ничего не делаем, так мало получаем, а тут с нее ничего не возьмешь, да, пусть и умирай спокойно. Понимаете, вот вам, пожалуйста, отношения, почему, это капитализм, действие, вот, все по марку, прибыль, нету премии, ничего, и пальцем не пошевелить. Какие моральные стои, даже это, это уже преступление, вы же понимаете, оставление, без помощи, врач обязан это делать, это уже преступление. Это не просто моральное, а как же так не помочь человеку в таком состоянии, это уже преступление, ничего, нормально, все пройдет, пролетело. Ну, вот она, жена все-таки старая у меня, закалки, да, и воспитание, она говорит, я разозлила, взяла сама, сделала какие-то, поставила ей капельницу, положила, вот, наблюдайте, чтобы, когда я приеду, еще раз посмотрела, бабушку вытяню, надолго, нет, там, неизвестно уже, да. Вот, то есть, везде, вот, говорит, а, бездушность врачей, надо, конечно, воспитывать врачей, надо уговорить молодежи, что курить вредно, колоться еще более вреднее, да. Надо говорить, что обманывать на деньги нехорошо, а смотрите, сколько жуликов-то у нас, на каждом шагу, боишься по телефону сказать слово «да», да, биометрия, записывают, а потом припишут к этому «да». Говорят, мне звонят, вот, вчера, «Огородников Владимир Петрович, все известно», я сказал «да», и тут же испугался, думаю, потом это впереди поставят, мы хотим с вами заключить договор, да, договор, скажем, ну, предоставить вам кредит 100 тысяч долларов, согласны? Я говорю «да», записали, он сказал «да», это вот все, и потом у меня проценты с этого, да, летят, летят, а потом мне говорят «голубчик, вы нам должны, вот вам, пожалуйста, счет выставлю». Ну, в общем, понимаете, вот куда ни сунешься, там вот везде, с картами, да, везде жулики. Вот говорят, что в Советском Союзе тоже были преступления, были, но вы понимаете, вот опять вспоминаю закон единства количественных качеств изменений, были, но не в таком количестве, поэтому общество было другого качества. И сращивания правоохранительных органов с преступностью не было, было в качестве исключения, сейчас это правило, не побоюсь сказать даже, вот понимаете, вот такие вещи. Это правило, хотя меня могут обвинить в том, что я тут, правоохранительные органы все сразу, а, что по статью можно полыпыть, вот они меня, да. Это все равно, что, знаете, закрылся от полицейской дубинки рукой, тут уже статья «Оказание сопротивления работнику полиции при исполнении им служебных обязанностей». Он служебные обязанности, должен раскрыть те черепа, ты препятствуешь на оказание сопротивления. Вот, пожалуйста, вы понимаете, откуда это? От капитализма. Вот, выгодно, вот такая система работает. Так что, говорит, там, вот, надо воспитывать, надо призывать, ну, все это сотрясение воздуха, не более того. Или, там, как относятся к детям собственные родители, как относятся родители к детям, да, выросшие, как относятся дети, выросшие к родителям, да, вот в каком-то возрасте. Конечно, это не повально, не стало еще правилом, когда, там, молодые, юные матери выбрасывают своих младенцев из окна, закапывают живыми землю, опускают мусоропровод, но вот этих случаев-то повально. В Советском Союзе, вот поверьте мне, я в Советском Союзе уже доктором наук стал. 33 года тому назад я докторскую защитил. То есть, я знаю, о чем я говорю. Я был комсомольским работником Ленинграда, у меня статистика преступлений по городу была, каждый день я смотрел статистику, да, я ездил по нашим тюрьмам, там, нашу молодежь смотрел, оступившуюся. Я это все знаю, несопоставимы цифры, несопоставимы цифры. Были преступления, были тяжелые преступления, конечно, против личности, экономические преступления, но таких не было. И в таком количестве. Хотя у нас каждый губернатор, опять меня посадит за такие слова, либо еще не посажен, либо уже сидит. Ну, два состояния, есть за что. Да, ну, вы понимаете. Общественное бытие влияет общественное сознание. Совершенно верно. Вот она, опять, материалистическая позиция. Общественное бытие, общественное сознание. И нельзя думать, что можно индивидуальное сознание изменить. Хотя индивидуальное бытие, оно не существует само по себе, как индивидуальное сознание. Индивидуальное бытие вписывается в общественное бытие. Какое ты место занимаешь? Где? Где? Вот в системе производственных отношений. Ты кто? Частный собственник? А какой величины? Количество и качество? Мелкий лавочник? Ты от пролетария не отличаешься практически по своему сознанию. Вот там у тебя маленькая ловчонка, которая в любой момент наедет на тебя правоохранительные органы. Скажет, срываем ли мы тебя сейчас? Или отстегиваем то, что ты не можешь истегнуть, потому что у тебя нет такой прибыли. Ну, разорение. Почему у нас там вот мелкие предприниматели, поддержка мелких предпринимателей? Да невыгодно поддерживать этих мелких предпринимателей. Что от них толку-то, да? Навар-то какой? Вот, пожалуйста, опять капитализм в своем действии. И это что? Раскрыто Маркс. Вот политэкономия марксизма. Она все это раскрыла. Вот эти тома капитала. Это все раскрыто на высоком научном уровне. И эта истина, она от повторения не тускнеет. И от воспроизведения. Это раскрыты законы. И как закон всемирного тяготения в определенных рамках вечен, да? В определенных рамках. Рамки поставил там теорию относительности. Там присутствие в жестях не работает. Так и законы развития общества, открытые Марксом, они вечны, пока существует общество. Почему они вечны? Да потому что они... Что это такое там? Идолом из Маркса и из марксизма сделаем? Нет. Потому что это объективные законы общественного развития, которые воспроизводят всеобщие законы развития. Что Маркс показал. И вот это основа, так сказать, да. Вот. Ну вот я кое-что. О социализме очень мало. Только о том, что вот идея создать теорию, когда вот не только трава... Не только, пардон, овес растет по Гегелю, но и общество развивается по Гегелю. И вот, когда это Маркс сказал, Энгис его обнял и говорит, Фред, мы должны жизнь положить, чтобы это, этот тезис доказать научно. И они это сделали. Вот в этом их величие. То есть сделали, несмотря на лишения, которые у Маркса, дети помирали, потому что он не мог предоставить им... Мог бы пойти работать, у него хорошее образование было, да. Он был, вы знаете, юрист по образованию. И, значит, мог бы пойти и заработать неплохие деньги на лечение сына, и его отвезти куда-то в южные края, да. Ну вот, понимаете, муж говорит, а вот какой он, понимаете, изверг, да, собственного сына. Надо было так и сделать, но если бы он так сделал, то мы бы такую концепцию не знали. И сейчас бы об этом речь не шла. Вот, так что вот какова цена. За все надо платить. Ну все, наверное, мое время стекло. Вот видите, я какой до сих пор воодушевленный и влюбленный в философию, в философию марксизма, что могу еще часами говорить, хотя я с утра работал. Я полдевятого пришел сегодня на службу, и вот так вот, без перерыва практически, вот так немножко перекусил, и сюда успел приехать, да. Уйдя с работы в пять часов, я там... Вот, ну вот так что, для того, чтобы так любить дело, о котором это служишь, надо его знать хорошо. Вот, моя любовь увеличивалась по мере того, как я все больше и больше узнавал, все больше и больше убеждался в истинности учения, да. А вот я говорил тут в кулуарах, что противопоставить ему, этому марксистскому учению, в целом что-нибудь, не удалось за последние 150 лет. Не удалось. Это, как говорится, я вот говорю со знанием дела, потому что вот я участвовал в многочисленных дискуссиях, раньше по телевидению меня сняли с телевидения, в интернет телевидение теперь только записываюсь, понимаете, очень демократично сняли меня, просто и не пущают туда меня на телевидение. Почему бояться? Вот я разбил несколько моих коллег-докторов философских, экономических наук, которые пытались прямо в открытом эфире, вы понимаете, такие уроки, они, знаете, очень опасны для публики, немножко думающих. Ну, а что я сегодня успел сделать? Что-то вам взгляд и нечто по поводу марксизма. Ну, только разве что какой-то интерес пробудить. А так-то, ну, даже основных положений не сказал, да. Чем, скажем, научный социализм от утопического социализма отличается, да. Хотя, вот, основы некоторые сделаны, были. Ну, все, спасибо за внимание. Вот. Ну, и, да. Субтитры сделал DimaTorzok